Всем доброго дня! С вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодняшнее видео будет наверняка полезно и интересно всем, кого интересует. Ну, такие вопросы. Кем я могу работать в Канаде? Какие профессии в Канаде наиболее востребованы? На кого мне учиться в Канаде? Или на кого отправить учиться ребенка в Канаду? То есть тоже многие об этом спрашивают. Мы с вами сегодня обсудим, ну, во-первых, первый вопрос. Вообще, есть ли сейчас вакансии? Какая ситуация на рынке труда? Второй вопрос. Как разобраться с вашей профессией? Если у вас есть уже профессия, кем вы можете работать? Какие требования на эту работу? Какая зарплата? Какие возможности роста? И так далее. То есть по каждой провинции всю эту информацию можно найти. Я сейчас все вам покажу наглядно. Дальше. Какие профессии наиболее высоко оплачиваемые в Канаде? Наиболее востребованные. Что нам несет этот год в сравнении с предыдущими годами? Информации много. Информация, надеюсь, будет полезной и интересной для тех, кто из вас смотрит премьеру это видео. То есть для тех, кто смотрит со мной вместе в реальном времени. У вас есть чат, вы можете писать ваши вопросы в чате. А для тех, кто смотрит в записи, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Не забудьте поставить лайк прямо сейчас, прежде чем мы начнем. Но я потихонечку переключаюсь на нужные нам ресурсы, нужные сайты. Так. Итак, напишите, пожалуйста, видно ли все ли, виден ли экран, видно ли все, что я вам хочу показать. Давайте с вами, наверное, начнем с ситуации вообще на рынке труда. Я открою вам один из моих любимых сайтов. Он называется indeed.com. Ну, вот здесь вот ca.indid.com. Но если вы наберете просто indeed.ca, то вас перекинет как раз-таки на этот сайт. Этот сайт, где можно найти профессии, где можно найти вакансии в определенном городе, в определенной провинции. Он собирает как бы вакансии с разных тоже сайтов, из разных ресурсов. Иногда на нем нельзя подать заявку. Но можно посмотреть, где, сколько работы есть, какие зарплаты и так далее. Вот здесь у меня выбран город Лондон-Онтарио. Давайте с вами посмотрим по всей Канаде. У нас с вами появится в принципе понимание, есть ли сейчас работа, есть ли вакансии. Потому что время сейчас тяжелое, и многие говорят, что работы нет, искать нет смысла и так далее. Итак, вот что мы видим? Здесь сейчас выставлено 183 350 вакансий. То есть 183 000 предложений от работодателей. На этом сайте вы можете загрузить ваше резюме, вас будут смотреть работодатели тоже. Но я скажу так, что здесь работодатели не на все работы ищут, то есть не всех выбирают. Естественно, если вы ищете работу в Канаде, то, как правило, речь идет о том, что у вас канадский адрес, и вы уже находитесь в Канаде. То есть мы говорим о тех, кто приезжает в Канаду как иммигранты, приезжает в Канаду как студенты, те, у кого здесь есть право на работу и возможность искать работу в Канаде. Это не сайт по найму иностранцев. На этом сайте нет такого, что вот здесь, видите, даже ищут на склад, да, конечно же, они будут рассматривать тех, кто живет в Канаде и так далее. Вот, для тех, кого интересуют вопросы выезда на учебу, все ссылки для связи в описании к этому ролику, пожалуйста, приходите. Вот, здесь можно посмотреть разные вакансии, зарплаты, можно посмотреть, где расположено, да, то есть которые easy apply прямо на этом сайте подаются. Некоторые нужно перейти, вот видите, срочные, ищут 16 долларов в час. Минимальная зарплата 14 долларов в час, то есть чуть выше минимума. На каких-то нужно перейти, на описание вакансий, и только там можно будет подать. Как правило, вот эти вот в окошке, это те, которые ищут срочно, потому что это либо работодатели, либо агентство заплатили за то, чтобы они были в самом топе. Дальше. Вопрос возникает вообще, кем я могу работать? Когда речь идет о Канаде, о канадском рынке труда, ваша профессия – это не то, на кого вы учились. Это то, что вы умеете делать. Это ваш, прежде всего, опыт работы. И здесь помощь вам будет сайт государственный, jobbank.gc.ca. Вот, да, таким образом сделаем его главную страницу. Вот, здесь есть отдельно на летнюю работу нанимаю, да. На jobbank сейчас 71 тысяча вакансий. Не все работодатели выкладывают на jobbank. Но, кстати говоря, здесь обычно выкладывают также те, то есть выкладывают и канадские работодатели, и также те, которые ищут сотрудников за рубежом. Да, то есть могут выкладывать на jobbank. Но это не правило, естественно. Итак, дальше. Что мы здесь с вами смотрим? Ну, давайте посмотрим по разным профессиям. Предположим, кем вы работаете. Ну, скажем, у себя на родине вы финансовый менеджер, да. Кстати, я не смотрел. Финансовый менеджер 0111, то есть мы видим, как классифицируется ваша работа по канадскому национальному классификатору родов деятельности, так называемый NOC, да. То есть 0111, предположим, мы открываем financial manager. Вы должны понимать, что в Канаде менеджер – это начальник. Давайте посмотрим finance officer, да. То есть это человек, который работает в финансовом отделе, может заниматься разными видами работ. Как правило, это финансист, просто переводится как финансист. Financial manager – это будет уже руководитель отдела, скорее всего. Итак, search. Ищем. Во всей Канаде. Значит, что? Какие возможности есть? Ну, во-первых, здесь описание самой вакансии, да. И что требуется? Можно посмотреть, какие программы колледжа, какое обучение требуется для того, чтобы занимать эту вакансию. Так, сразу на requirements. Что я вам хотел показать? Description. Вот, какие выполняет обязанности человек? То есть это очень важно. Если вы ищете работу в вашем резюме, должно быть четко, четко звучать, что вы выполняли такие-таки обязанности, что вы способны их выполнять и так далее. Какие есть схожие вакансии, связанные, например, accounting отдельно, да, banking, insurance отдельно, financial clerks. То есть нужно смотреть по разным, конкретику по разным направлениям в финансовой сфере. Дальше. Зарплаты. Всех интересует зарплата. Минимальная – 15 долларов в час. Медианная. В Канаде не считают средним, потому что считается, что медианная более точно показывает. Я не буду вдаваться в вопросы математики, как посчитать медиану, но по-русски, наверное, переводится как средняя. То есть медианная – это 22 долларов в час и самая максимальная – 35 долларов в час. Зарплаты невысокие, как пейте у финанс-офисера. Но и устроиться легче, чем менеджером на такую работу, и дальше можно развиваться. Можно посмотреть, в какой провинции зарплаты выше, в какой ниже. Предположим, в северных территориях самые высокие, в северо-западных территориях средняя будет медианная – 43 почти долларов. Но многие хотят жить в Антарио – 22,6, чуть выше медианной. В Ритиш-Коламбии популярная – 23,0, чуть выше медианной. В Ребекке чуть-чуть ниже медианной. В Ребекке очень часто показывают ниже зарплаты. То есть, ну, это три самые популярные, конечно, провинции. Но можно посмотреть, вот, тут даже, как они считают эти зарплаты и так далее. Какие есть перспективы на рынке труда? На ближайшие три года будут наиболее востребованы в Нью-Брансвей, в Манитобе, в Бритиш-Коламбии. Вот. А в некоторых будет средняя. Но нигде нет – плохо. В Кребекке будут востребованы. Если пишут fair, то это хорошо. Good – это супер. Да, то есть, ну, не нужно так уж совсем строго судить. Если было бы low, то было бы совсем плохо. Но тут нигде нет. Финансисты будут востребованы надолго еще. Работы, которые предлагаются, да, то есть, можно посмотреть по всей Канаде – 993 вакансии, ну, и дальше по каждой провинции и так далее. Так, требования мы с вами уже посмотрели. Лицензирование. У них на этом сайте нет информации по профессиональному сертифицированию и лицензированию. Это профессия, нерегулируемая в Канаде. Друзья, те, кто смотрели мои предыдущие вебинары, вы знаете, что в Канаде примерно, ну, где-то около 30, между 30-40% профессий требуют специальных лицензий, сертификатов, ассоциаций и так далее. Вот finance officer – можно устроиться с экономическим образованием без лицензии. Естественно, если вы дальше хотите уже быть бухгалтером и так далее, зарабатывать больше, financial manager может потребоваться лицензия. Ну, тут вы можете посмотреть по любой специальности, абсолютно по любой. Здесь можно и сварщику посмотреть, и, не знаю, там, директора предприятия, какие требования в каких сферах и так далее. Значит, что должен уметь человек, да, то есть основное и вот эти essential skills, и в чем он должен быть экспертом, ну, и так далее. То есть по любой можно специальности посмотреть. Что тут еще интересного в этой области? Ну, в принципе, мы все, наверное, с вами обсудили. Короче говоря, вот этот job bank – это сайт «Ваш помощник», да. То есть если кто-то работал, например, в логистике, все очень просто. Вы хотите работать в логистике в Канаде, вы не знаете, нужна вам будет лицензия, не нужна. В какой провинции больше работы по этому направлению? Где можно будет себя лучше реализовать, да, и вообще стоит ли, например, переучиваться на бухгалтера, предположим, да. То есть или, например, стоит ли переучиваться на маркетолога. Вот, поэтому, ну, вот, например, посмотрим, да, маркетинг-менеджер. У меня в основном бизнес, потому что меня это больше всего интересует, обычно, вопросы маркетинг-менеджер. 0.1.24. Менеджер, помните, это начальник отдела, да, это уже человек, ну, скажем так, с опытом. И вряд ли можно найти без канадского опыта такую работу, но начать с маркетинг-офисер и дальше идти, уже стремиться стать маркетинг-менеджер. Вся информация здесь есть, 231 вакансия, то есть гораздо меньше, чем финансисты. Требуется университетское образование, медианная зарплата 39.56, да, то есть расписано, что должен человек уметь. Вот где-то было, не вижу сейчас все это читать, смотреть, где была интересная информация, в каком возрасте уходят на пенсию люди, по какой специальности. Здесь тоже это можно найти. Так, ну, давайте попробуем, нажмем здесь, например, на Онтарио, на следующие три года. Средний, да, то есть нет такого, что будет очень сильно востребовано. Вот, так что по каждой вакансии. Где-то было про пенсию, не могу найти сейчас, очень интересно было, да, то есть они, показывают средний тренд. Ну, мне еще, конечно, рано о пенсии думать, мне еще пахать и пахать, поэтому здесь этот вопрос мы можем оставить на будущее. Я думаю, тем, кто собирается приехать в Канаду, да, вот, смотрите, средний возраст выхода на пенсию, это был в 2018 году, 62 года, да. Средний возраст сотрудника, медианный в 2018 году, 43 года, то есть 43 года, это средний возраст менеджера. Соответственно, если вы посмотрите, маркетинг осозшеет, там будет помоложе и так далее, да, 52 тысячи человек работали в 2018 году. Статистика в Канаде всегда немножко отстает, но она вполне актуальна, потому что страна не меняется настолько быстро, как развивающиеся страны, хотя рынок труда в этом году очень интересный. Итак, какие же профессии лучшие в Канаде? Ну, вот мы с вами уже делали такие видео в предыдущие годы и опирались мы на издание. Издание Maclean's Canadian Business, которые используют данные Social Development Canada, данные Statistics Canada и делают рейтинг на 5 лет вперед. Какие профессии будут наиболее востребованы, по каким профессиям зарплаты более 60 тысяч канадских долларов, и наблюдается рост числа вакансий, да, то есть вот это основное. Но сколько я не ждал, сколько я не искал, на 2020 год такой рейтинг не сделали. Поэтому мы по-прежнему опираемся на 2019. 2020 год настолько сложный, что если к концу года прилетят инопланетяне, уже никто не удивится. Но, в принципе, вот это исследование, которое было проведено в прошлом году, оно далеко не устаревшее сейчас. Естественно, немного нас могут затронуть какие-то изменения, но давайте посмотрим этот рейтинг и будем его считать заактуальным, потому что, в принципе, он очень подробный. Здесь 100 профессий, здесь лучшие 100 профессий. И кто в них только не входит, да. То есть, ну, первый у нас идет медсестра, дантист, менеджер по, я так понимаю, что это ЖКХ, да, что-то связанное с управлением недвижимостью, электрики, каких-то power system, да. Мне сложно, кстати говоря, переводить, потому что сложно подбирать слова. Я думаю, вы сами видите. Дальше mining supervisor, pipe fitting supervisor, то есть, супервайзеры и менеджеры в различных сферах, в основном инженерных. Ну, вот public administration director, да, например, 109 тысяч зарплата, 13% рост, количество будет снижаться, но все еще очень высокое, 87%. Вот, construction manager. Мы с вами уже обсуждали, что очень много требуется менеджера, требуется очень много управленцев. Поэтому, какое бы у вас образование не было с родины, да, то есть, если вы едете в Канаду, то будет очень хорошо изучить какое-то, получить какое-то бизнес-образование. Предположим, вы инженер были или фармацевт, вам сложно переучиться на вашу профессию, она лицензируемая, а вот менеджерская, может быть, вам больше подойдет, да, что-то связано с управлением и так далее. Вот полицейские будут востребованы, инженеры локомотивов. Короче говоря, много всего. Вот financial manager, да, мы с вами хотели посмотреть, посмотрели просто финансисты, 95 тысяч канадских долларов. Администраторы в школах, human resource manager, менеджеры в сфере здравоохранения. Вот, огромное количество менеджеров. Менеджеры-инженеры, менеджеры-инженеры-медики, телекоммуникации, да, то есть, вот здесь довольно хорошие места даются 33-34 людям в нефтегазовой сфере. Сейчас она, конечно, в упадке, то есть, и там глубокая-глубокая, ну, скажем так, яма по-русски в этой сфере, и когда она восстановится, неизвестно. Ну, те, кто работает в сфере нефтегаза, все знают ситуацию, кризис во всем мире. Да, то есть, вот aerospace engineer меня удивляет, но я вижу ее во всех рейтингах. То есть, ну, востребованные специалисты, пожалуйста, по недвижимости, тоже не первый раз вижу. Маркетинг, всегда востребованные. Marketing public relations manager, хорошие зарплаты. Дальше. Database analyst, да, то есть, аналитики востребованные. Инженеры по IT востребованы. Пилоты востребованы. У нас есть видео по многим из этих специальностей, люди, которые работают. Профессора востребованы, фармацевты и так далее. Супер, вот этот рейтинг супер просто, 100 профессий. Я считаю, что на него стоит опираться и в этом году тоже. Давайте я ссылки все оставлю в описании к видео, чтобы вы могли найти легко все сайты, которые я здесь перечислил. Но если у нас с вами не было полного рейтинга в этом году, это не значит, что не воспользовались различные издания и различные компании для того, чтобы сделать свои небольшие статьи и рейтинги. Я вам хотел показать самые высокооплачиваемые в Канаде, но работая. Slice – это такое, ну, больше развлекательное, на мой взгляд, развлекательное издание, но у них есть интересные иногда публикации. И они выписали самые высокооплачиваемые вакансии. Для тех из вас, кто хочет зарабатывать больше всех, вам сюда. То есть 100 лучших вакансий, то, что у нас был предыдущий рейтинг, это не самые высокооплачиваемые. Это вакансии, по которым есть хорошие перспективы и зарплаты выше 60 тысяч. То есть вот это просто рейтинг, который, ну, конфетка. Вот, я еще что хотел сказать. Самое главное, конечно, когда вы едете в Канаду, хотите здесь работать, учиться, основное, на что вы должны обращать внимание, это то, кем вы хотите быть. Сюда ехать и работать на нелюбимой работе смысла мало, потому что у вас здесь будет, ну, и немножко одиночества, и климат немножко не понравится, и что-то новое, и, может быть, у вас будет финансово сложно первое время. И если вы будете учиться или работать, ну, тем или на того, кем вы быть не хотите, на что у вас душа не лежит, то вообще не стоит. Не стоит. То есть вы не станете специалистом высокооплачиваемым, скорее всего, если вы будете заниматься тем, что вам не нравится. Итак, давайте самые высокооплачиваемые. Registered Nurse. Но я уже говорил в предыдущих видео, кто смотрит постоянно, вы знаете, что есть два вида медсестер в Канаде. Где-то Practical Nurse, там, два года учиться, Registered Nurse, четыре года учиться. Для иностранцев, как правило, еще нужно Pre-Health, еще один год брать обучение, то есть от трех до пяти лет где-то учиться. На медсестру в Канаде это высшее образование. Вот зарплата, пожалуйста, от 41 до 128 тысяч канадских долларов. Дальше. Вот теперь Practical Nurse, да, на который учиться в два раза меньше, поступить легче и отучиться, но здесь зарплата чуть-чуть пониже, от 32 до 97 тысяч. Дальше. Occupational Therapist. Не буду все переводить названия. От 35 до 102 тысяч, да. То есть это тоже медики, но это медицинская профессия, которая, не которая что-то лечит, да, а которая занимается, например, восстановлением. Или, в общем, его задача, да, для того, чтобы человека там избавить от боли, либо для того, чтобы он восстановился после какой-то аварии, либо чтобы он восстановился после какого-то стресса и так далее. То есть это тоже терапевты определенные. Физиотерапевты. Ну вот все, видите, очень близко к специальности от 32 тысяч до 102 тысяч. Кто лучше разбирается в медицинских специальностях, все, что я неправильно написал, пожалуйста, пишите в комментариях. Еще один терапевт, респираторный терапевт, да, то есть тот, который занимается людьми с проблемами дыхания, с легочными заболеваниями и так далее. Астмой, астматиками от 33 до 100 тысяч долларов в год. Зарплаты все в год, ребята. Если мы там с вами на сайте JobBank смотрели зарплаты в час, то здесь зарплаты все в год. Массаж, массажист, но терапевт массажный. Это немножечко другое, это массажный терапевт, который имеет медицинское образование, учиться на него два года. Для иностранцев могут еще тревать pre-health один год и еще два года обучения. В частных колледжах на него учиться быстрее, да, но это не массажист, который в спа-салоне работает. Так, дальше. Аудиологист, аудиолог, я не знаю, как по-русски, да, который занимается проблемами слуха человек. От 55 до 107 тысяч канадский доллар. Хиропрактор. Тоже сложно перевести. Но, наверное, по-русски тоже так говорят хиропрактор. От 40 до 100 тысяч. Короче говоря, как видите, все медицинские, все самые высокооплачиваемые специальности, которые в этом рейтинге, они медицинские. Значит, дальше оптикой человек занимается, психолог, физишен, это обычный врач, от 20 тысяч до 331, и донтист. Так, аэроспейс-инженер, наконец-то не медицинская специальность. То есть аэрокосмический инженер, пожалуйста, от 51 до 123 тысяч канадских долларов. Инженер-технолог, от 35 до 85 тысяч. Так, реклама, конечно, на этом сайте. Статистикой человек, который занимается, специалист по статистике, от 57 до 116 тысяч. Аналитик-информацион-системс-аналист, 43-100 тысяч. Инженер-айтишник, 45-156 тысяч. График-дизайнер, очень хороший, кстати, вариант, 27-78 тысяч канадских долларов. Пожалуйста, учиться не так сложно, не так долго на него, но, конечно, нужно иметь талант определенный. Дизайнер интерьеров, 28-85 тысяч долларов. Я могу подтвердить, дизайн интерьеров, может быть, здесь не самая высоко востребованная профессия, но очень высоко оплачиваемая. Берут они за свою работу, как врачи, наверное. Так, трак-драйвер. Вот, очень много спрашивают про водителей траков. Хотелось бы мне сделать видео с человеком, который работает в этой сфере. Ну, я пока его не сильно уговаривал, но не уговорил. Но многие сюда хотят приехать водителями на траки, дальнобойщиками. Но вот, со слов этого человека, только 25% людей, те, кто начинает, а это, мы же сами говорили, это огромная инвестиция, это дорого, это сложно, вот, это муторно, только 25% где-то задерживается в этой сфере. То есть не все так легко. Так, дальше. Ну, вот, собственно говоря, наверное, это и была у нас 25-я. Да, извините, сколько у нас тут было? Так, сейчас, секунду. У нас здесь с вами было 20. 20 профессий, мы на этом закончили. Короче говоря, как вы поняли, больше всего зарабатывают медики, инженеры. Судя по этому рейтингу. Но, опять же, если вы посмотрите 100 лучших профессий, наиболее востребованные, там есть и медики, инженеры, огромное количество менеджеров, экономистов, финансистов. То есть бизнес-образование по-прежнему рулит. Дальше. Десять. Вот тут такой интересный тоже слайс. Это, ну, опять же, издание, которое больше развлекательное, на мой взгляд. Это такая статья «10 профессий, которые будут после 2020 года иметь спрос». Да, потому что 2020 год у нас, ну, очень такой сложный, переломный. Ну, вот что они пишут, да? То есть электрики будут востребованы. Опять же, аэроспейс, аэроспейс-инженер, то есть аэрокосмические инженеры. Инженеры-дизайнеры по IT, софтвер-инженер. Опять же, физиотерапевты, да, медсестры, сварщики. Кстати, огромный спрос на сварщиков. Учиться всего один год здесь, переучиваться, зарплаты высокие. Бизнес-менеджмент-консалтент. Естественно, естественно, потому что в Канаде все развивается, растет. Бизнес-менеджмент, бизнес-девелопмент, бизнес-файнэнс, бизнес-маркетинг. Это сферы, где люди нужны. Значит, преподаватель колледжа. Трак-драйвер, опять же, да, то есть будет востребовано. Сейчас, когда даже границы закрыты, трак-драйверы, ну, в основном при работе. И, не знаю, тяжело, конечно, в данной ситуации, но работы много. Так, ну и медсестры, да, то есть опять же медсестры. Опять мы к медикам вернулись, к них начали. Вот такое есть у нас агентство по трудоустройству. Оно всемирное, скажем так, да. Это не канадская компания, Ренстат, это, по-моему, датская компания. Она существует уже там больше полвека или чуть меньше полвека. Не буду вдаваться, хотите, почитайте про нее. Они сделали свой рейтинг лучшей профессии в 2020 году. Но почему к этому рейтингу я пришел не к первому? Потому что все-таки он опирается не на канадскую статистику, он опирается на статистику, которая может как-то быть интересна для продвижения агентством по трудоустройству. Не на все специальности ищет людей через агентство, да. То есть, ну, это такое, это очень компания с очень хорошей репутацией, поэтому я считаю, что стоит рассмотреть, что они говорят. Значит, они по секторам разделили. Административные, логистика, финансы, управление персоналом, работа с клиентами, customer support, sales and marketing, инженеры, manufacturing, производство и технологии, да. И можно посмотреть их основной рейтинг. 15 самых основных из этих сфер. Менеджер – это, значит, специалист по продажам, водитель, опять водитель, рецепшионист, опять же, потому что через агентство много еще рецепшионистов. Тварщик, девелопер, да, то есть IT, видимо, бизнес-девелопмент менеджер. Бизнес-девелопмент менеджер – это более высокий, наверное, такой уровень специалиста по продажам, да, скажем так. Общая рабочая сила, то есть люди, которые просто работают на фабриках, заводах, готовы любую работу выполнять. Project менеджера. Heavy-duty mechanics, да, то есть те, кто работает с тяжелой техникой, ремонтируют ее. Merchandiser – те, кто с товарами работает. Electrical engineer – электрики у нас уже были. Бухгалтер, HR-менеджер, финансовый советник и, опять же, медсестра. Вот, видите, у нас некоторые пересекаются, вам это о чем-то говорит, да, то есть административные и финансовые пересекаются, продажи, маркетинг пересекаются, медицинские пересекаются, electrical engineer пересекаются, сварщик пересекается, водитель тоже пересекается. То есть огромное количество вакансий, которые вы найдете в разных рейтингах, наверное, это не просто так. Так, ну, собственно говоря, наверное, по сайтам, по которым я хотел с вами пробежаться, это все. Я надеюсь, что эта информация была полезной и интересной. Сейчас, секундочку. Вот так мне. Вернуться к вам, увидеть вас полным видом, да, вы меня точнее. Вот, спасибо огромное за просмотр этого видео, надеюсь, что оно было не сильно затянутое. Напишите, кто досмотрел до конца в комментариях, мне будет очень приятно об этом узнать, потому что, ну, я считаю, что эта информация нужна. Нужна она всем, кто собирается в Канаду и тем, кто уже здесь тоже находится, пытается найти себя. Да, я еще хочу такой момент сказать у нас. Переходите на мой Инстаграм. У меня в Инстаграме сейчас как раз вышел пост сегодня же, ну, на ту же самую тему, да, немножко так в поддержку видео. Но ко мне обратилась одна психолог, которая занимается именно тем, что помогает людям найти, как бы, свое предназначение в жизни. Вот, и я ее контакты оставлю у себя в Инстаграме. Мой Инстаграм Аркадий, нижнее подчеркивание, Кеннеда. В описании тоже оставляю. Вот, ну, и буду рад вашей подписке, вашим лайкам, вашим комментариям. Кто здесь впервые, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео. Будет еще море полезной информации. Всего вам доброго. Пока.